Добрый день, друзья! С вами Евразия Групп, меня зовут Николай, и сегодня мы с вами поучаствуем в кантонской ярмарке. Данная ярмарка проходит два раза в год. Обычно это весна и осень. Каждый год сюда приезжают около 200 тысяч зарубежных байеров с различных стран. Байеров называют людей, которые заключают контракты на данной выставке и ведут переговоры с поставщиками. По статистике, которая представлена организаторами кантонской ярмарки, каждый год за последние 10 лет контрактов заключается примерно на 30 миллиардов долларов ежегодно. Кантонская ярмарка является второй по величине в мире, а также первой по величине в Азии, в том числе в Китае, выставкой товаров и услуг, на которой представлено огромное количество брендов китайских производителей. Абсолютно по всей территории комплекса расположены различные инфобюро, то есть справочные, где вы можете взять любую совершенную информацию только в том случае, если вы разговариваете хотя бы на английском. Ярмарка состоит из трех пятидневных этапов. Каждый этап представлен различными категориями. На путеводителе для байера вы можете увидеть все эти категории и все этапы с числами. Гайд, который мы взяли, он также содержал карту каждой фазы. Сейчас мы присутствуем на фазе 1 и мы видим, какие категории товаров представлены справа. Как же было сказано ранее, на выставке присутствуют байеры с различных стран. Именно поэтому организаторы подготовились и сделали букеты на различных языках. В том числе и на нашем родном русском языке. Ну а нас на данной фазе больше всего, разумеется, интересует промышленное оборудование. Именно поэтому мы будем сегодня в приоритете посещать только зону А и снимем несколько тематических блоков. Каждый тематический блок представлен примерно вот таким вот ангаром, который мы видим. Сейчас мы пройдемся по каждому из них. Данный блок называется Construction and Agriculture, что переводится с английского как «производственные машины», грубо говоря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, около каждого стенда мы можем найти не только работающие оборудования, но также каталоги и карты, по которым мы можем связаться с производителем. Также около каждого выставочного места есть консультант, который может вас проконсультировать. Разумеется, на английском языке. Как работаете? Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как вы видите, в принципе, можно узнать все любые вопросы, также цены и договориться о поставках. Друзья, но есть также очень и очень приятные выставочные места. Допустим, здесь мы можем взять вафельные трубочки. Здесь мы можем взять мороженое, но придется выстоять очередь, таких же желающих, как и мы. Приходим в следующую зону, точнее, в следующий блок. И вот, ребята, посмотрите, как выглядит просто переход из зоны в зону. Вот такой вот огромный наш коридор, который идет налево и направо в различные блоки, в различные различные блоки. И я вам напоминаю, это только зона А, одна из трех блоков. Вы можете заметить, что на выставке очень шумно, потому что все приборы работают, все включено на полную мощность, чтобы показать будущим покупателям, что их ждет. Для любителей поесть организаторы подготовили очень большой фудкорт, который находится под комплексом. Но, друзья, сами понимаете, международная выставка. За еду придется отдать немаленькие деньги. Небольшой перекус вам обойдется как минимум 50 юаней. Следующий блок называется Small Machinery или General Machinery, что переводится, скорее всего, как вспомогательная техника. То есть здесь представлены различные каталки и тому подобные вещи. Мы можем найти экспо-места в таких именитых компаниях, как, допустим, Вэйхай и даже в компании Корт. Субтитры создавал DimaTorzok Столько велики, что не хватает даже павильонов для экспозиции. Именно поэтому часть стоит на улице в крытых шатрах. Пойдемте туда, посмотрим, что там представлено. И последняя на сегодня интересующая нас зона. Это экспозиция, выставка сельскохозяйственной и крупной техники. Но для того, чтобы нам на нее пойти, нам понадобится зонт, так как сегодня дождливо. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, оставляйте комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите следующих видео.